Как недавно, но в зале детской хореографической школы мастерства управить бал зусим не терпсихора. Богиня танца на три дни соступила свое владание богиня шахматка Иссе. Тут же и вся шахматная свита, королевы и рыцарь, и, конечно, головная фигура фестивалю «Черная пешка». Международный шахматный фест в Бресте проходит в першиню. Его идейным натхняльником стала юная брызтовчанка Дарья Скморожченко. Миновата яна на дне города пропоновала керавнику Бреста Александру Рогачуку провести такий фестиваль. Я очень сильно увлекалась шахматой. Я сказала маме, мама, давай ходить на шахматы. Мне нравится, что шахматы развивают дум, чтобы в них весело играть. Дарья Скморожченко и Александр Рогачук разом зарабили символичный первый ход на фестивале, тем самым открывши шахматные баталии. У всех у них принимают удела маль 400 человек с 12 краин света. Это представники Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии, Германии, Швеции, краин Прибалтики и даже с Китая и Японии. Мне научила играть в шахматы бабча. У шахматы меня не научила гулять бабуля. И вот уже 40 лет я не могу кинуть в это захопление. И даже научил разным приемом и комбинациям свою дачку. В Беларуси я в першиню. Мы специально приехали командой из 5 человек, чтобы удельничать в этом турнире. Наибольшь массово представлены на фестивале господары. От Беларуси 120 удельников и 80 из них – в Растаучане. У их лику и старейший удельник турниру Вячеслав Китаевский. У шахматы гуляет уже больше за 70 годов. Они мне помогают духовно. Я люблю комбинации. Если найду хорошие ходы, красивые ходы, мне здоровье возвращается. Самый юный удельник фестиваля 4-х годовых Герман Фурсевич из Минска. На турниры различивая на перемогу. Детский мат ставится быстро. За сколько ходов? За 5 годов. Шахматы в Беларуси невероятно популярны, поскольку именно на данный момент в Беларусской Федерации шахматы уже более тысячи членов. Соответственно, мы делаем вывод, что шахматы играют не только взрослые, но и маленькие дети. Мы очень поддерживаем и рады, что Брест начал такую, я надеюсь, традицию хорошую проводить, мероприятия в таком формате. Организаторы уже сегодня мают певные задумки на другий шахматный фестиваль. Меркуется, что он станет традиционным и будет проходить у час восенских каникул. То, что с первого раза такое количество участников, такое количество международного присутствия, в принципе, это, по сути дела, сенсационно, потому что мы не предполагали именно такого серьезного старта. Дай Бог, все получится, этот фестиваль будет традиционным и тоже одним из таких изюминок нашего замечательного города. И очень замечательно, что практически бюджетной нагрузки данный фестиваль никакой не несет, потому что успешные люди, которые помогают организовать этот фестиваль, как правило, все любители шахматы. Шахматные баталии будут продолжиться три дни. Спортивная складающая – это пять турниров по быстрых шахматах для всех взрослых, а гульный блиц-турнир и суперфинал для мощнейших игроков. Символично, что по умовах фестиваля удельники, которые заведут черную пешку в ранг ферзя, отримают специальные призы. Людмила Салзина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова